Рождённые на Почепской земле люди, ставшие личностями и занимающие самые разные должности в учреждениях Брянской области и за её пределами, не растеряли чувство преданности родной земле. Они год назад объединились и создали региональную организацию «Почепское землячество». Кроме ответственной основной деятельности управления городом Брянском, глава областного центра Александр Ковалёв активно участвует в работе Почепского землячества. Он регулярно встречается с единомышленниками, вместе с ними решает поставленные перед землячеством задачи по оказанию помощи жителям района. Почепский район богат своими традициями, своими людьми. И для того, чтобы мы их помнили, для того, чтобы наше молодое поколение знало историю Почепского края о своих земляках, вот и было принято такое решение объединить почепских земляков. Независимо от должностей, которые они занимают, независимо от их политических взглядов. Год прошёл, и мы сегодня подводим итоги. И нашему Почепскому землячеству уже не стыдно. Мы можем сегодня и будем говорить на этом годовом собрании о том, что мы много помогли Почепскому району и в восстановлении памятников погибшим воинам в столхозе Первомайском, и оказание помощи детскому дому в селе Витовка. И учредили стипендии для малоимущих наших студентов, которые обучаются в брянских учебных заведениях. И действительно, за неполные 12 месяцев удалось сделать немало. Уроженцы Почепского района для обновления облика мемориального места в селе Первомайское обратились к дизайнеру Анатолию Зуенко. И уже в сентябре у подножия памятника селяне представители землячества провели торжественный митинг. Долгожданные подарки, туфли и сапожки получили малыши, сироты, воспитывающиеся в приюте в селе Витовка. А стипендии вручаются одарённым студентам из района, которые получают профессиональное образование в Брянске и Кокино. Многое предстоит сделать и в наступающем году. Члены землячества разработали программу работы на 2013 год и пожелали друг другу совместными усилиями исполнить запланированное. Александр Новиков, Владимир Сидоров. События. Брянск.